Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами очередное видео. К сожалению, вот такие видео теперь будут сниматься в таком формате долгие-долгие месяцы. Не будет слышно кудах-то не кур, криков петухов. Если честно, я уже поэтому по всему скучаю. Пусть лучше так, чем вот так. Но, к сожалению, осень вступает в свои права. Скоро будет зима, и поэтому вот видео все будут теперь транслироваться с моих полок, из-под моих ламп. Неудобно, конечно, снимать. Лампы вот висят, обзор загораживают. То есть, если снять нормально какое-то растение, чтобы покрутить его, показать его вам, нужно обязательно вынуть это растение. А это значит, что вот эти все передние ряды нужно выставлять. Это занимает огромное количество времени. Потому что я вот такая, ну, как сказать, ну, неаккуратная, что ли. Обязательно я отломлю лист. Обязательно я сотру где-то на лед. Что-то у меня упадет из рук. Вот, и поэтому я стараюсь их вообще не тревожить. Скоро, наверное, придется все равно составлять. Потому что я не могу подлезть и полить вот те дальние ряды, которые даже и не просматриваются отсюда. То есть, если поднять лампу, может быть, да нет, даже все равно ничего не получится. Ну, тема сегодняшнего видео у меня возникла, ну, можно сказать, не случайно. Потому что в интернете сейчас очень часто мелькают растения, которые, ну, не то чтобы повергли меня в шок. Я как бы это уже давно знаю. Но просто, знаете, вот читаешь некоторые объявления о продаже и приходишь, ну, можно сказать, в негодование от того, как продавцы это все преподносят. Вот сейчас я вам немножечко расскажу о том, что я думаю по этому поводу и вообще развею миф о вот этих растениях, которые продавцы заявляют как варегатные, либо заявляют как какие-то там супер-пупер шикарные виды. В общем, обо всем по порядку. Вот здесь у меня растения. Это все гибриды эхиверии Перл фон Нюрнберг. Ну, я сюда их выставила все не случайно, потому что речь пойдет сегодня, во-первых, об эхиверии, которая называется, носит такое красивое название Magic Red. К сожалению, у меня нет такого растения, потому что в таком виде, в каком оно продается, оно сохраняется, к сожалению, недолго. Вот это эхиверия Перл фон Нюрнберг. Ну, обычная, самая обычная нюра, которая имеется, наверное, практически у всех. Вот у меня она такая на ножке. Ножку я эту пока не отрезаю. Вот сейчас сухой лист оборву, там даже какая-то деточка лезет на стволе, махонькая. Вот в таком виде эта нюра растет у меня уже, ну, не знаю, сколько года, ну, больше двух лет. Цвет у нее камера не передает, она немножечко поярче. Вот следующий гибрид эхиверии Перл фон Нюрнберг. Эхиверия вот так ярче, вот так, наверное, практически такой цвет, какой на самом деле. Эхиверия Перл Пер. Она отличается от эхиверии Перл фон Нюрнберг. Немножко вытянутым листом. И окрас у нее поярче. Ну, вот сейчас я поднесу к лампе, вот какая она на самом деле. Вот такая она на самом деле. Теперь поднесу Нюрочку. Сейчас поднесу. Ну, вот Нюрочка тоже она вроде как сиреневая, но все равно у нее окраска не очень такая яркая. Хотя она будет под лампами, она в прошлом году у меня была намного ярче, чем сейчас. Но сейчас она прибыла у меня с улицы, пока что она не поймет, что с ней случилось. И вот сейчас она находится в таком состоянии. Ну, даже вот если смотреть, просто вот поставить их рядом, да, какая ярче. Конечно, левая ярче. Ну, и они отличаются немножечко по форме. Вот у левых у нее вытянутый лист. Я не знаю, что делали с Нюрой, чтобы вывести вот этот вид. Но видно, что они практически, ну, так, взглядом простого бывателя, видно, что практически одинаковый сорт. Ну, вот это немножечко ярче. Вот здесь у меня на Нюрочке я сегодня сейчас заметила, когда вынимала вот какой-то лист варегатный. Ну, какое-то белое пятно. Ну, это не варегатность, это просто, видимо, не хватало ей минеральных веществ. И вот в тот период, когда зарождался вот этот листик, вот на пигментации это сказалось. Ну, это обычное. Ничего здесь, никаких эксцессов нет. Растение как растение. Следующий вид. Вот он. Следующий вид. Это варегатная форма. Эхиверия перл фон Нюрберг. Эхиверия рейнбоу. Радуга. Ну, вот моя рейнбоу. Ну, сначала я вам расскажу немножечко о том, как о состоянии своих растений. А потом уже приступлю к вот этой теме, которую завела. Вот моя рейнбоу. Смотрите. Ой, что-то у меня руки трясутся. Кур вроде не воровала соседских. Ну, вот так, наверное, мы снимем. Вот смотрите. Нижний ярус листьев, он варегатный. Видно, что листики по краям белые, внутри там серединка другого цвета. А вот верхний ярус листьев, макушка, то есть макушка полностью, она стала полностью варегатной. Вот почему она розовая сейчас? Потому что она стала полностью варегатной. Там вообще света нет и плохо видно. Ну, вот так. Вот. Таким макаром. Почему вот это произошло с этой эхиверией? Потому что она жила, можно сказать, в стрессовых условиях. Вот для этого вида, ну, немножко вот про этот вид расскажу. Для этого вида нужно обязательно, чтобы освещение было ярким и равномерным. То есть мая сначала росла и развивалась весной, там, в мае, когда солнце еще было не очень активное. Потом, когда солнце начало палить, а они у меня стояли, как вы знаете, все время стоят на солнце, на улице, потому что она потеряла свои хлорофильные участки. И вот эти листья, которые верхние розовые, почему они розовые? Потому что они белые. То есть, если она сейчас постоит без досветки, то розовый цвет уйдет и будет просто белый цвет. Это получилось потому, что слишком много стресса она на себе испытала. То есть, у нее был очень редкий полив. У нее, во-первых, маленький горшок, здесь горшок четверка. Во-вторых, почему она вот такая? Потому что она, я уже рассказывала в каком-то своем видео, это срезанная детка с пенька. Вот видно, что там пенек, а дальше на пеньке уже пошла расти детка. Вот сейчас даже на корни пустила воздушные. Надо мне ее просмотреть, потому что я так подозреваю, что там у нее не все в порядке со стволом, с вот этим пнем, на котором она растет. И срезать ее, и как бы укоренение ее будет безболезненное, потому что ждущие корешки уже готовы пустить себя в землю. Вот, ну, не знаю, посмотрю. Вообще, мне нравится вид хиверий на ножках. Посмотрю там еще несколько дней. Вот я ее сейчас полила. Если все нормально с ней будет, если корешки эти ждущие засохнут, то значит, она питается именно теми корнями, которые уходят в землю. Если же почва останется влажной, и корни вот эти розовые воздушные останутся и продолжат свое существование, то придется ей отрезать башку. Вот, и укоренить ее заново. Так, это следующий вид, как я уже сказала, хиверии варегатная форма, хиверия перл фон нюрнберг. И четвертый вид этого вида, этого растения, вот это хиверия magic red. Вот как я ее покупала, это magic red. Но это не та magic red, которую продают в интернете. Я вставлю фото, я уже сказала, что у меня нет этого растения, но я вставлю фото, какую красоту продают. Вот многие, те, кто не знает, прям посмотрят фотографии, загораются. О, я хочу такое растение, классное какая. Ну, действительно классное. Вот вид ее классный. Не вот это, нет, это тоже мне нравится, прикольное растение. А вот именно то, какие фотки я вставляю. Именно вот ту magic red, которую продают за magic red. На самом деле, что же происходит с вот этим растением, фото которых вы видите на экране. А все просто, все очень элементарно просто. Берется хиверия перл фон нюрнберг. Или берется хиверия перпл пер. И эти хиверии в условиях большого масштабного производства, я не думаю, что это делают частные продавцы, вот, ну, хотя бы такие же, как я. Потому что это сделать невозможно в наших условиях. Ну, в принципе, нет, в принципе, возможно, но, мне кажется, заморачиваться с этим просто никто не будет. А в Голландии, допустим, в той же растении, продажа растений, поставленной на поток, там очень много всяких разных растений. И, как известно, люди хотят очень много всегда себе красных растений, розовых растений, ну, ярких растений, да, потому что даже те же новички, вот, когда начинают писать там, «Здравствуйте, Ирина, я бы хотела вот что-нибудь такое яркое, красочное». Откуда берутся яркие краски? От освещения, от бедного грунта, это мы уже все знаем, да, от редкого полива, вот оттуда берутся яркие краски. Вот, и поэтому все стремятся к ярким краскам. И, конечно же, новичкам в первую очередь хочется всегда купить себе красивое, красное, яркое растение, чтобы оно радовало глаз. Но, как вот голландцы, на какие ухищрения идут с вот этими растениями, все элементарно, как я уже сказала, берутся виды вот этих растений, вот этих трех растений. В регатку я не беру в расчет. И просто их поливают спиртосодержащим раствором, который съедает налет, который, как известно, защищает растения от солнечных ожогов, от воздействия внешней среды, от дождя, от града, от всего на свете. Вот, этот налет, он исчезает под воздействием спиртосодержащего раствора. И получается лысое растение без налета, которое ставят под яркое освещение. И, естественно, без налета оно моментально набирает окраску. И вот в этом красивом виде их везут, ставят на поток и развозят по всем странам. Что же потом происходит с этим растением? Оно не погибнет, естественно, оно не погибнет. Оно будет у вас таким красивым, вот как вы видите, вставленное фото, они будут такими же красивыми до тех пор, пока они начнут расти у вас. Но как они будут расти? У них появляются листья с таким же налетом, который стерли вот этим механическим путем, обманным путем. То есть из этого растения у вас все равно получится хиверия перлфон нюрнберг. Но оно может быть ярче, оно может быть тусклее. И зависит это опять же от того, какое растение было обработано вот этим химическим путем. И хиверия перлфон нюрнберг, она, ну как мы видим, не очень яркая. Она и будет побледнее, даже вот если с нее смыть налет. Вот эта хиверия, она поярче. И она будет в размытом виде тоже ярче. Вот это вообще будет темно-вишневой, потому что у нее вот даже там, где, ну я даже сейчас, может быть, проэкспериментирую вам чуть-чуть. Да, она у меня вяленькая. Я ее только сегодня пересадила, кстати, в этот горшок. Но попытаюсь стереть этот налет с вот этого листика, но ничего не получилось у меня. Но все равно видно, что вот там, где нет налета, листья уже такие темные-темные. И на самом деле она намного темнее, даже чем вот это растение. Вот не знаю, как же вам показать. Это совершенно другой вид. У нее очень, ну вот видно, что краешки листиков у нее очень-очень темные, очень. Она темнее, чем вот это растение, намного. Ну просто, наверное, в камеру это не видно. Нет, вот в камеру они одинаковые. Но на самом деле, вот поверьте моим словам, вот это растение намного темнее. И оно темное всегда. Если вот это растение, оно практически бывает такое, как перл фон нюрнберг иногда, то вот это растение, оно всегда остается вот таким темно-темно-вишневым. Темно-не знаю, лиловым, что ли. Что это за цвет? Вот оно вот такое красивое всегда, вот это растение. Она, кстати, очень туго растет. Она очень капризная. Это уже детка спня. Я срезала голову вот этому растению. И голова укоренилась. Кстати, укоренялась тоже очень долго. И растет она у меня в одном горшке с грабтоверией. Титубанс. И в два раза оно меньше, чем вот эта детка от пня. Ну вот смотрите, в самом-самом конце туда, вот в арегатное грабтовери Титубанс, к самому окну в левой стороне. И рядом с ней это эшечка. Вот лампу опускаю, вообще ничего не видно. Ну вот в приближенном виде. Вот смотрите, она все равно темная. Она темная-притемная. Вот в центре экрана. Так, надо все это обратно отпустить. Потому что я помню, когда-то я снимала какое-то видео и не отпустила. И там в кадре потом получилось неизвестно что. Узкие листьев огромные. И ничего не было видно. Ну вот, это первое развенчание вот этой эхиверии. Растения обрабатывают спиртосодержащим раствором и получается якобы новый вид. Очень красивый, очень презентабельный, но который в наших условиях потом быстро превращается в обыкновенную Перл фон Нюрнберг. Кстати, у меня такое растение было однажды. Я работала в частной семье. И вот там женщине подарили букет. Ну, такой из сухоцветов. Наполовину сухоцветы, наполовину обычные какие-то цветочки красивые. И в центре была эхиверия, ну вот это а-ля Magic Red. У нее были срезаны корни. Пенек был надет на какой-то штырь, закреплен проволокой, и она была в центре этого букета. Я сколько вот на нее смотрела, пока стоял этот букет, мне было ее безумно жалко. Во-первых, не было света. Во-вторых, она уже начала усыхать. Ну и потом, когда букет выкинулся, естественно, предназначалось выкинуться этой Magic Red в кавычках. И я ее забрала, я ее привезла домой, я ее укоренила, и из нее выросла самая обычная нюра. Поэтому я вот со 150% уверенностью говорю об этом. А о том, что их обрабатывают спиртосодержащим раствором, я читала еще, наверное, год назад. Даже, по-моему, где-то в инстаграме видела ролик, как девушка показывает, как они превращают перлфон нюрберг в Magic Red. Так, ну это был первый миф. Второй миф, кстати, я с него хотела начать красивых красочных растений, но про них, про эти растения вы знаете все. Это крашеные растения, которые покрываются обычной акриловой краской, с блесками, не с блесками, они там оранжевые, ярко-зеленые, красные, малиновые, в общем, всякие-всякие цвета вырви глаз. И этими цветами их красят и выставляют на продажу. в основном красят агавоидные эхиверии, которые очень долго сохраняют свою форму. О, дождь пошел. Ну вот, что бывает с такими эхивериями? Ну, два варианта. Если растение, иммунитет у растения сильный, то, естественно, следующие листья полезут некрашенные и фотосинтез растения начнет вот этими листьями молодыми вырабатывать и растение не погибнет. Но вот эта краска, она, к сожалению, очень плохо стирается. Если вы ее будете стирать, смывать специально, то царапины на листьях будут ужасные. Я не знаю, вот все-таки покупают эти растения, я просто поражаюсь, покупают эти растения. Если бы их не покупали, то магазины не были бы снабжены, особенно к Новому году, к каким-то праздникам, вот этими яркими разукрашенными бедными хверями. Но учитывая то, что их завозят и завозят, значит, на них есть спрос. Ведь если бы люди их не брали, то и магазины бы их не заказывали. Ну, а раз магазины их заказывают, значит, люди их разбирают. Неужели они видят, что это крашеные растения? Мне кажется, это вообще это убожество вот так глумиться над растением. Ну, я думаю, все со мной согласны. Так, это был второй миф. и третий миф, ну, и третий миф, это варегатная хавортия лимифолия. У меня, к сожалению, или к счастью, нет такой. вот варегатная, якобы, варегатная форма вот этого вида. И сейчас, 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 сансевьерия, как же ее называют, канарейка, золотая канарейка или золотистая канарейка. На самом деле, это обработанное тоже химическим путем хавортия, ой, боже, сансевьерия, кирка. Что делают с такими растениями? Вставлю фото, потому что у меня такого растения нет. Вот, что делают с такими растениями. Берется, ну, естественно, сажаются сначала детки. Вот такой хавортии, обычной хавортии лимифолии. Вот это лимифолия гибридная. Вот гибридную лимифолию, вот эту, ее берут, так как она очень неприхотливая. Она, ну, симпатичное достаточно растение, неплохое, прям такие листики у нее, можно сказать, кожаные на вид. Берутся от нее побеги, укореняются, там, не знаю как, ну, в общем, размножают ее, сажают в отдельные горшки. И что с ней делают? Вот о точных манипуляциях я не знаю, но предположительно, либо делают уколы в листья, то есть какой-то вводят какое-то химическое вещество в лист, в кончик листа вводят какое-то химическое вещество, либо поливают почву, но скорее всего все-таки даже уколы, потому что польешь почву, еще неизвестно, как распределить само растение по своим тканям воду, куда будет стремиться этот поток и к чему и к чему это приведет. Скорее всего, чтобы не нарушать корни, чтобы корни нормально среагировали, чтобы растение жило и росло так, как и росло, скорее всего, делают уколы. В кончике листьев вводят какое-то химическое вещество, которое уничтожает хлорофилл, но не уничтожает, а как бы на время выводит хлорофилл из листьев и лист этот обесцвечивается и становится желтым. И вот получается такая, сейчас вставлю фото, получается такая а-ля варегатная хавортия лимифолия. То есть, вот на фото мы видим, что у этой хавортии кончики листьев желтые, то есть, кончики листьев, либо лист до середины, но никак не внутрь. На самом деле, вот, что такое варегатное растение? Варегатное растение, это, конечно, аномалия. Эти растения, почему вот продавцы идут на такие лживые манипуляции? Потому что варегатное растение стоит в 2-3 раза дороже однозначно обычного растения. Но в зависимости от вида, там и в десятки раз, возможно. Вот, что такое варегатное растение? Варегатное это когда у растения исчезли частично хлорофильные участки, то есть, вот видите, белое, зеленое, белое, зеленое, то есть, участки там, где белого цвета, это присутствие, вернее, это ткани, где отсутствуют хлорофильные клетки, то есть, в этих белых клетках нет хлорофила. Вот здесь, кстати, две у меня детки, вот они, чисто белые, чисто без хлорофильные. Вот, кстати, тоже видела, что в интернете, видела даже, по-моему, на Авито продают, вот, чисто белые детки, типа, редкая хавортия, там, белая, обалденная. Друзья, сразу вам скажу, такое растение жить не будет. То есть, если вы купили чисто белое растение, без единой, какой-то там, зеленой точки, зеленых проблесков, однозначно, это растение погибнет. То есть, его срезали от мамки, и оно у вас просто сдохнет. Вот это растение сейчас питается за счет того, что оно прикреплено, прикрепленено к мамке, у которой, ну, которая тоже достаточно такая вот, белая, да, но у нее присутствуют зеленые клетки, и за счет этого она живет, и за счет этого она растет и размножается. Если мамка полностью станет белой, то пока она будет расти, она будет расти за счет листьев, вот если макушка, допустим, станет у нее чисто белой, то она будет расти некоторое время до тех пор, пока у нее не высохнут вот эти листья, на которых есть хлорофильные участки, зеленые. Как только эти листья с растения засохнут, там, либо исчезнут по какой-то причине, все это белая макушка, она погибнет. Вот так вот эти белые детки, они совершенно не жизнеспособные без материнского растения. Но вот вы видите, что у нормальной хавортии, вообще у нормального растения, у варегатного, не обработанного химическим путем, у него варегатность полностью от начала до конца, где-то больше, где-то меньше, но варегатность идет именно полосами, никак не края листа, не кончик листа, а именно полосами, то есть вдоль всего листа от основания к кончику. Вот любой лист рассмотреть. А вот те хавортии, которые вот эти крашеные, ну не крашеные, а которые обработаны химическим путем, якобы они варегатные, у них только кончики листьев, зеленые, то есть желтые, а все остальное растение зеленое. Что будет с таким растением? Ничего с ним не будет, оно у вас поживет и опять станет зеленым. Медленно-медленно вот эти желтые ткани, белые ткани, желтые ткани, они начнут потихоньку окрашиваться и приобретут впоследствии зеленый свой цвет. То есть из варегатной в кавычках хавортии ваше растение превратится в обычное. Вот цена обычной вот такой хавортии, ну вот такой детки, ну 250-200 рублей, в зависимости от размера, ну максимум, там если большое растение, уже ну поменьше вот этого, но побольше вот этого, 300 рублей, все, точка. Варегатные же формы, варегатные в кавычках формы вот этой хавортии, ну вот те, которые я вам вставляю, ну не знаю, когда я там буду их вставлять, попадут они в кадр под мои слова или нет. Цена на такие растения, ну просто в некоторых магазинах заоблачная. Я видела цены и 900 рублей на эти растения, и 800 рублей на эти растения, и 1000 стоит, и 1200. Но меня, знаете, поразил один очень известный магазин, причем люди давно занимаются растениями, они, ну, практически профессионалы в этом деле, они разводят растения, не буду называть магазин, ну вот я видела вот такое объявление, там это хавортия именуется как хавортия звездная канарейка, и такое красочное описание, ну причем такое, знаете, мудреное-мудреное описание, вот сейчас я вам зачитаю, а вы послушайте. Сансевьерия звездная канарейка, удивительный, очаровательный и очень оригинальный цветок, он отличается уникальной краской по сравнению с другими сортами этого рода. Это про сансевьерию речь, у меня, кстати, нет вообще сансевьерии, никакой, просто вставлю фото, вот, той, которую рекламируют, которую позиционируют как золотую канарейку, и той, рядом вставлю фото, той, из которой сделали эту золотую канарейку. Самые молодые листья имеют яркий желтый цвет и красиво контрастируют со старшими, темно-зелеными. Ярко выраженные бежевые рамки подчеркивают волнистые края листьев, которые образуют красивую гармоничную розетку, а по мере созревания золотые листья поменяют цвет на оливковый. То есть, они поменяют цвет на оливковый, но не молодые, а практически, ну, полностью все поменяют, именно тогда, когда вы ее купите, когда она у вас постоит и придет в себя. Ну, просто здесь, так знаете, завуалировано, вот в этом объявлении, завуалировано. То есть, как бы, автор объявления, он вас предостерегает, что они поменяют окрас. Ну, как будто это так надо. Так, по мере созревания золотистые листья поменяют цвет на оливковый. Сансиверия, звездная канарейка относится к миниатюрным растениям. На самом деле, вот я вам говорю, на самом деле, это просто сансиверия кирка, обработанная химическим путем. Относится к миниатюрным растениям, обычно не достигает больших размеров и растет так же медленно, но следует помнить, вот, следует помнить, что ее золотистый цвет зависит от количества солнечного цвета, который получают ваши растения. Чем больше его, тем больше золота. То есть, вы покупаете растение, оно у вас начинает изменять цвет на оливковый, затем на зеленый, и вы в панике мечетесь и думаете, о боже, у меня маленькая досветка, что же мне с ним делать, надо увеличить количество ламп, увеличили количество ламп, она у вас все равно в канарейку не превращается и не превратится, потому что это химическое вещество, оно действует, ну, на протяжении, там, ну, не знаю, месяц-два, я не знаю, что это за вещество, но это однозначно так, вот, и дальше этот магазин пишет, купить сансевьерия звездная канарейка можно в нашем интернет-магазине, не буду называть название, по низкой цене, и низкая цена этой сансевьерии 1500 рублей, а обычный вид вот этой сансевьерии, ну, 350-400 рублей, все, вот, видите, больше, чем в три раза, ну, вот, друзья, ну, просто, знаете, сегодня мне хотелось, вот, я вообще решила снять вот это видео, когда прочитала вот это объявление, думаю, блин, ну, я понимаю, вы там делаете деньги на этом, да, ну, все мы как-то делаем деньги, все мы там как-то чем-то зарабатываем, это понятно, но для чего вы намахиваете людей, я понимаю, вот эти производители, там, голландцы, кто их там красит, кто их, кто там с ними химичит, они ставят это на поток, но вы, как вот такой магазин, который себя позиционирует как профессионалов, для чего вы пускаете людям пыль в глаза, ну, для чего, ну, вот возьмет у вас новичок эту сансевьерию за 1500, она у него превратится в обычную сансевьерию, кирку, которая вот была испорчена, украшена, там, не знаю, как кому нравится, химическим путем, для чего, ну, занимаетесь вы растениями, но занимаетесь вы своими растениями, там, ну, для чего дурить людей-то, ну, для чего, вот, я вот этого не понимаю, конечно, тем более, они же знают, что делают с этими растениями, все равно, они пишут это как, как должно быть, что якобы на самом деле это так, а потом еще мне вчера девушка написала, тоже задала вопрос, в общем же, у вас есть вот такая, такая, такая-то эхиверия, я ей написала, что вот такая, такая-то есть, а вот такая эхиверия, и тут я вспомнила, как бы, то, что я хотела снять видео про вот эту, про крашеную, обработанную хавортию и про сенсиверию, и плюс еще она мне напомнила про Magic Red, я ей написала, что это обработанное химическим путем растение, что оно у вас таким не будет, у меня такого нет, ну, вот и все, друзья, это все, о чем я хотела сегодня сказать, это вот тут у меня листики от Адромискуса, это у меня вот дежурные банки стоят, в этой банке у меня и стикеры, и семена, по-моему, и литопсов, и эхиверий, которые, наверное, я никогда и не посажу, а в этой банке у меня стикеры, вот, я вам все рассказала, ну, это вот мои полки, ой, залезу еще на одну, кстати, помните, я говорила, что хочу отрезать цветонос от барон болта, вот я вот так вот его умудрилась поставить, что цветонос не пришлось ему срезать, то есть растение на полке, а цветонос за полкой, хе-хе, ну, темновато, конечно, этому барону тут, но этот лопух больше никуда не влазит, вот так, ну, лампы мешают, обзор, вот, приподняла, более-менее видно, ух, там ливень-то у нас на улице, сейчас темная ночь, сейчас, наверное, не знаю, часов полодиннадцатого вечера, что-то на меня нашло, я решила, если я сейчас не сниму, то я и вообще никогда не сниму, нет какого-то энтузиазма, то птички поют, то бабочки летают, а самая там дежурная летает, а сейчас никто не летает, и белка дрыхнет, вот, скукота, короче, ну все, друзья, всем спасибо за просмотр, всем желаю здоровья и добра, пока-пока, до свидания, пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok